Добрый день дорогие друзья, вы на канале компании Купи Салон, крупнейшего автоотелье в России, меня зовут Алексей Крыловецкий, ну что у нас вторая часть нашего проекта, завершили работы связанные с этим шикарным автомобилем Porsche Panamera Hybrid, это рестайлинговая модель в очень жирной высокой комплектации, как я рассказывал в предыдущем ролике, тут будет ссылка на него, в этой машине не хватало одной маленькой, но очень большой, в этой машине был тканевый потолок и светло-серый, шикарный, очень модный сейчас цвет кузова с элементами антихрома или black пакета, который идеально сочетается с этим модным серым цветом кузова и кожа в салоне полностью совпадающая по оттенку с цветом кузова, это на редкость очень удачное сочетание, я уж не знаю кто набирал эту машину, но как вы знаете у дилера можно заказать машину автомобиль Porsche в любой комплектации, в любой расцветке, в любом сочетании и конечно эту машину кто-то набирал через каталог, вот то как собрана эта машина, наверное вот я бы снял шляпу перед тем диспонентом или сотрудником дилера, который выполнял такую работу. Тем не менее, несмотря на то, что вся машина была кожаная, вот потолок в ней был алькантаровый, и я говорил о том, что в большинстве современных автомобилей в высоких комплектациях, там где любая поверхность, она обтянута кожей, сидений, дверные карты, торпеды целиком, консоль, натуральная кожа, то тканевые детали, они не только дешевят, они еще и супер непрактичны, И несмотря на то, что ткань была тоже вот этого эксклюзивного серого цвета и идеально совпадала, сочеталась с кузовом, было принято решение перешить этот потолок. Потолок дело не самое хитрое, то есть само полотно потолка в таких автомобилях надо сначала демонтировать, для этого через крышку пятой двери вынимается полотно потолка, предварительно снимаются стойки, козырьки и его надо перешить. Подобные работы выполняются 2-3 рабочих дня, естественно, применяется оригинальная итальянская алькантара, кстати, вот удивительное сочетание и совпадение брелок, купленный совершенно случайно владельцем, чуть ли не на Алиэкспресс, кстати, довольно качественно сделанный, он идеально совпадает с цветом алькантара, который мы подобрали для потолка. Ну так вот, после того, как мы это все снимаем, мы сталкиваемся с большой непростой задачей, которая и создает или, так сказать, вызывает основные сложности, связанные с перетяжкой потолка в этом автомобиле. Это панорамные шторки. Их здесь две, они тканевые. Эти шторки прикрывают стекло, если вы не хотите, чтобы солнышко светило через крышу в салон. И они тоже тканевые, как я уже сказал, но это не подходит салону, сделанному из таких дорогих материалов, как натуральная напа и алькантара на потолке. И, следовательно, их тоже надо было бы перешить, хотя многие автопроизводители с завода комплектуют автомобили с алькантаровыми потолками тканевыми шторками. И у меня в машине, тоже в Аговской, в Ауди, был именно такой вариант. И это считается нормально. Я думаю, что поясняют они это тем, что ткань, она полупрозрачна, и свет, часть света все-таки проникает внутрь салона, то есть это не полный блэкаут. А вот алькантара, наоборот, она полностью перекрывает всю поверхность и абсолютно непрозрачно. Таким образом, потолок со шторкой, прикрытой и сделанной из алькантары, фактически ощущается, как в машине без люка. То есть ноль фотонов. Я так думаю, что так и надо назвать такие потолки. Это потолок с принципом ноль фотонов. Отлично. Для того, чтобы снять, демонтировать вот эти вот панорамные шторки, приходится демонтировать весь механизм люка. И по сути мы снимаем всю крышу. Кто-то скажет, что это непростая задача, кто-то скажет, что вообще невозможно или не стоит демонтировать детали, которые вот с завода были собраны. Но я скажу, что это не первая, не вторая, не десятая машина, с которыми мы работаем. И когда опытный специалист подходит к ней, то, уверяю вас, специалисты с гигантским опытом выполнят эту работу не хуже, чем на заводе. Тем более, что делается это не силами одного человека, а нескольких специалистов. Поэтому все будет сделано, безусловно, на высоком качественном уровне. Поэтому панорамную крышу демонтировали, перевернули аккуратно, механизм шторок разобрали, сшили новые. Естественно, скорректировали размер самого полотна шторки, чтобы он с учетом своей эластичности и эластичности алькантара, которая меньше, безусловно, идеально совпал по натяжению. И дальше вшивается в механизм шторки уже кусочек алькантары. Естественно, тут есть масса нюансов. А как выкраивать? То есть у алькантары есть направление ворса, соответственно, если неправильное направление выкроить кусок алькантары, то цвет потолка может казаться каким-то контрастом. Какой клей используется при перетяжке стоек и самого полотна потолка? Как выполняется сам процесс нанесения поклейки? То есть все это такая интересная, непростая задача. Ну и, конечно, козырьки. Одна из самых трудоемких, сложных деталей, которые находятся перед глазами и которые требуют максимального уровня качества. Вот тут можно посмотреть, как выполнена эта работа детально, аккуратно, как они зашиты, как в сложных местах и поворотах мы все обошли. И вы убедитесь в том, что качество перетяжки потолка в России может быть высоким, если это качество достигается специалистами компании Купи Салон. Итак, после того, как все поклеено, все сделано, надо все собрать. Надо скинуть все ошибки с машины, надо проехаться на ней на предмет наличия или отсутствия каких-то скрипов, посторонних звуков. Если вдруг они появились, то их, естественно, устранить. Ну, в этом автомобиле таких проблем нет. Нет, сбросить все ошибки диагностическим прибором и мы с вами получаем, вуаля, полностью собранный готовый автомобиль. Для чего владельцу Алькантара на крыше? Ну, давайте я присяду и поделюсь своими ощущениями. Итак, я в автомобиле с потолком, перешитым из оригинальной итальянской Алькантары. Вот козырьки и вот качество их изготовления. И само полотно, вот эти сложные формы, сложные изгибы, где материал находится в напряжении. Все идеально проклеено, никаких пузырьков, ничего нигде нету, никаких задиров, никаких лишних вырезов, да, для отверстий ненужных, да, работающие полностью штатные потолочные. Ручки, кстати, тоже заводские и перешитые в кожу. Очень симпатично смотрится, довольно большая редкость. Я, по крайней мере, не так часто встречал в автомобилях Porsche ручки из кожи. Я вам должен сказать, что вот эта бархатистая замшевая текстура Алькантары, она создает ощущение очень такой домашней, теплой, уютной атмосферы. Думаю, что это связано с тем, что она отражает цвет по-разному в зависимости от того, в каком направлении зачесаны ворсинки. Да, ведь Алькантара это материал ворсовый, хотя и низковорсовый, и, в общем, его называют даже искусственной замшей. При этом материал, безусловно, крайне практичный и долговечный. Его можно загрязнить практически вот чем угодно, и он отмоется обычной влажной губкой. И, зная об этом, не боишься его рукой потрогать, зная об этом, можно легко доверить его любому моющику. То есть, никакая химчистка, никакой чудо-мойщик, конечно, не испортит этот материал. Но ощущение вот от него в его большой площади, в его массе, да, конечно, это ощущение уюта, дороговизны, комфорта. То есть, ты действительно сидишь в какой-то очень дорогой и качественно сделанной обстановке. Да, то есть, ну не знаю, с чем это можно сравнить, наверное, с каким-то дорогим диваном дома. Вот примерно такие же ощущения. И хотя, казалось бы, потолок огромный, он где-то там, но на самом деле он все время у меня перед глазами, он у меня в сердце. Ну, во-первых, вот все эти стойки, вот эта верхняя часть крыши, козырек, все это у меня все время попадает в поле зрения. Правая стойка и, соответственно, правая часть крыши, даже панорамная шторка, пресловутая, о которой я сказал, все здесь, все рядом находится, все на своем месте. Это очень здорово смотрится и это очень здорово ощущается. Невозможно сказать, что ты все время это видишь или все время об этом думаешь, но фоновое ощущение, оно, безусловно, вызывает комфорт, уют. Я думаю, что именно вот это эмоциональное состояние, которое удается получить при перетяжке потолка в Алькантаро и стоит тех немаленьких, кстати, сказать денег, ведь материал, напомню, итальянский, да, санкции, все дела, доставка через пять стран, вот, который добирается сюда таким сложным путем, вот этот материал, недешевый, будучи использованным по делу, по существу, подобранный по оттенку, он, конечно, вызывает массу, массу удовольствий у владельцев автомобилей, которые себе хотят это позволить. Но, при этом, вот, какие еще у меня ощущения, вот я сижу сейчас в машине, светлые сидения, светлые подлокотники, то есть, кажется, что я вот сейчас руку сюда положу, все это уже будет грязное. Безусловно, все эти поверхности стоит защитить, да, у нас, как вы помните, есть собственное детейлинг направление, поэтому химчистка салона, в том числе глубокая чистка кожи, деликатная различными средствами, да, от самых аккуратных, деликатных и до самых ядовитых, я бы даже так сказал, едких и мощных, которые применяются, ну, в самых крайних случаях, да, для очистки, допустим, сильно въевшихся повреждений, загрязнений в сидения. Все, конечно, в наших руках. Оклейка деталей, ну, в данном случае, что обычно оклеивают? Оклеивают, вот, например, такие лакированные поверхности, оклеивают дисплеи для того, чтобы они были защищены от царапин, от повреждений, и зачастую, чтобы они не давали столько бликов, например, матовая пленка. Что еще? Вот я сижу, смотрю вперед, и я уже в который раз недоумеваю. Вот сижу и буквально недоумеваю. Вот я рассказываю про потолок, про его крутизну, какой он классный, но я смотрю на торпеду, и мне хочется плакать. И плакать от того, что владельцы автомобилей Порше получают с завода кожаное изделие, которое, на мой взгляд, не отвечает тем требованиям, высоким требованиям, которые, ну, например, предъявляем мы к автомобилям, и к деталям автомобильным, к которым прикасаемся. Что я имею в виду? Вот я попрошу сейчас, вот я попрошу сейчас Мадину, чтобы она сделала более такой детальный обзор верхней панели торпеды для того, чтобы показать, и поверьте мне, я много автомобилей Порше видел, и переделывали мы огромное количество, и торпеды перешивали, и салоны, и потолки, и анатомии, и карбон, чего мы только не делали в этих машинах. И поверьте мне, это не первая, не вторая машина, которую я вижу, с огромным количеством, ну, дефектов очевидных, откровенных, не каких-то маленьких, да, а прям вот полторпеды. Тут надо просто в помойку было этот кусок кожи выбросить. И мы именно так поступаем, когда выкраиваем кожу, берем только лучшие куски, тем более на такой лицевой поверхности допускает наличие вот этих вот складок, а это именно складка, это загривок, да, то есть это известное место на шкуре животного, который находится вот здесь вот, да, загривок. Там, естественно, складки образуются. Вот эти складки, вот они прямо на самом видном месте, как будто вот они там и должны быть. И, наверное, кто-то из автопроизводителей скажет, ну, мы специально используем кожу, она имеет какие-то лицевые дефекты, это нормально, мы таким образом доказываем, что действительно используем натуральный материал. Вы, конечно, меня извините, товарищи из Porsche. Вы, конечно, не смотрите канал самого крупного в России автоателье и самого крупного в мире автоателье по количеству контента, опубликованного на канале. У нас уже почти 1600 роликов, и вот если сейчас нас смотрят представители Porsche, вам стоило бы сейчас поставить, ну, если не лайк видео, да, то хотя бы подписаться на него, вдруг что-нибудь полезное, новенькое для себя узнаете. Вот, а я сейчас скажу очень важную вещь, и, пожалуйста, запомните ее. Вот, если вы когда-нибудь захотите вернуться на российский рынок, где ваши автомобили пользуются, безусловно, заслуженной популярностью и востребованной, то, пожалуйста, обратите самое пристальное внимание, какую кожу вы используете. Вы там для своих немецких, американских, каких-нибудь азиатских потребителей используете любую кожу, какую считаете нужным. Но в России вот это, но нас, извините, открутят за это одно место. И будут правы. Потому что отбор кожи, отбраковка кожи, это важнейший этап. И я вас уверяю, дорогие зрители, что когда кожа лежит на столе перед закройщиком, все эти дефекты, они сразу обнаруживаются. Они не проявляются после того, как деталь уже сшита и наклеена, и установлена в автомобиль. А теперь представьте, вы едете в яркий солнечный день, и боковой свет, ну, допустим, утренний или вечерний, вам светит через лобовое стекло. Вот эти все неровности, они у вас все время перед глазами. Как вы будете думать про автопроизводителя? К нам приезжают многие клиенты и говорят, вы знаете, я видел много ваших роликов, в том числе по автомобилям Porsche. Я, кстати, если не успел еще об этом напомнить, да, вот здесь вот будет ссылка на плейлист именно по автомобилям Porsche. Я видел много. Я понимаю, что вы способны и делаете качественный, подход у вас правильный. Но все-таки у меня есть какие-то сомнения. Вот, пожалуйста, вот сейчас, увидев то, как делает автопроизводитель, аргумент. Сделаете мне не хуже, чем с завода, пожалуйста, не применяйте. Потому что хуже, чем с завода, сделать невозможно. И второе. Я не могу не обратить внимание на то, как халатно подошли специалисты Porsche к выдаче этой детали. К ее окончательной передаче на установку. Вот неровности, которые я вижу на торце торпеды, опять же, это все будет перед глазами владельца. Потому что вот, я сюда все время смотрю, здесь у меня дисплей. Вот эти все неровности убираются буквально за 15 минут. Аккуратненько берем и проводим термическую обработку. То есть берем фен, берем специальную лопаточку из китового уса. Да, у нас, естественно, есть специальные инструменты, оборудование. Вообще наша компания самая оснащенная автоотелье в Восточной Европе. И аккуратненько выглаживаем до идеального состояния, до зеркала. Как можно владельцу такого шикарного автомобиля с эксклюзивной кожей, я, кстати, должен сказать, вот остальные поверхности к ним вопросов нету. А вот эта торпеда, ну, как будто бы ее делали вообще какие-то другие люди. Совершенно другим пониманием того, что есть бренд Порше и какова его ценность. Я вас уверяю, что качество кожи у Порше одно из самых высоких. И качество работ кожаных с применением этой кожи, безусловно, тоже. Но когда я вижу вот такое, это, извините, что я так долго, может, об этом рассказываю, но я не могу не упомянуть о том, что в нашей компании абсолютно непозволительно отдавать торпеду в том качестве, в котором ее отдает автопроизводитель. И вы можете быть уверены, более того, я вам прям даю слово, что вот так вот мы никогда ни одной машины не отдадим. Это будет переделано. А тот, кто отобрал кожу и вот так вот ее использовал, даже вот 10 в 100 раз меньший брак, он будет отчехвостен по полной программе. Потому что это недопустимо. Кожа должна быть идеально гладкой. Да, натуральная. Да, расход кожи из-за этого большой, потому что там полшкуры ты можешь в помойку выбросить, да, прежде чем найдешь такой большой-большой кусок, да, без брака. Но, тем не менее, таким образом мы можем гарантировать высокое качество. Таким образом мы создаем уверенность в том, что к нам можно обращаться. Перетяжка верхней панели торпеды, верхней части дверей, это такой устоявшийся комплект. И во многих автомобилях Porsche он с завода, естественно, уже предлагается в каких-то более-менее высоких комплектациях. Но бывают редкие случаи, когда машина приезжает с пластиком, да, тогда тут текстурный пластик некрасивый. Мы, естественно, можем это исправить без проблем. Кожаный руль. Немного, на мой взгляд, невнятная подушка руля, да. Почему невнятная? Вот раньше внутренняя часть руля, она, ну, как-то поинтереснее, что ли, смотрела. Сейчас вот это все черное-черное, черная нитка. Почему не сделать серенькую, такую же, как на торпеде? Чтобы сочеталась с кожей на подлокотнике, на сиденьях, на дверях. Я не знаю. Но мне кажется, что это просто какой-то стандартный руль, и такая кастомизация у них просто не предусмотрена. Хотя, казалось бы, такая машина, такой жир-жир-жир-жир-жир. Вот, но, тем не менее, вот открываю шторку, лишний раз удостоверяюсь, что она свободно ходит, ни за что не цепляет, без нагрузки, без напряжения, идеально складывается, без морщин в складах, ничего не провисает. Это необходимое условие для того, чтобы машину можно было выдать клиенту. Теперь заднюю шторку проверяем. Полностью открыли, полностью закрыли. Великолепно. Автомобиль готов к выдаче. И происходит это в нашем случае, как вы видели, в фотостудии, где машину можно осмотреть детально и хорошо, со всех ракурсов, с профессиональным светом. И происходит это в условиях контроля качества со стороны менеджера. Менеджер ведет заказ от начала до конца. Он принимает машину, он ее проверяет, осматривает на предмет наличия тех или иных нюансов повреждений. Если они обнаруживаются, и даже бывает так, что владелец даже не знал о них, мы предлагаем какие-то решения. И после выполнения работ, безусловно, проверяется автомобиль еще более тщательно. Потому что теперь, помимо того, что в машине уже было завода, еще надо проверить все те работы и качество их исполнения, которые были выполнены силами наших специалистов. Все сделано на высоком качественном уровне. Я абсолютно спокоен, поэтому можем звонить владельцу, можем выдавать этот автомобиль и можем, безусловно, рассчитывать на высокую оценку нашей работы, которую можно увидеть, например, в Яндексе, в Яндекс.Справочнике, где у нас уже, не помню, 300 или 400 оценок и около 200 или даже 300 отзывов. Я точно сейчас не помню, у нас оценка рейтинг 5.0 на Яндексе. И для нас очень важно, чтобы каждый клиент оставался на 100% доволен качеством нашей работы. А это и качество менеджера, качество его работы клиентской, это и качество самой услуги, которую мы оказали, это и качество материалов, которые здесь применены, это и качество контроля всего процесса, это и качество приема автомобиля, выдачи автомобиля и много-много чего еще. Мы написали 15 статей, 15 причин, 15 ключевых аргументов, почему стоит записаться к нам, может быть, выждать очередь, может быть, заплатить больше, чем те компании, в которых вы уже обслуживаетесь, для того, чтобы получить продукт самого высокого уровня качества. 15 причин, которые невозможно оспорить. И если вы найдете компанию, которая соответствует этим параметрам, а мы их раскрываем в каждой статье, показываем, почему это важно, на примере своей компании показываем, как они, эти причины, нами воплощены, реализованы, да, как это представлено в нашей компании. И если обнаруживается хотя бы одна компания, а мы пока такой ни одной не знаем, которая бы соответствовала даже самые дорогие этим критериям, мы готовы обсуждать стоимость своей услуги и торговаться. Но если таких компаний нет, то наша цена не заглядет. Мы специально не указываем стоимость на те услуги, которые оказываем, у себя на канале, в описании, в комментариях, нигде, только при личном обращении. Причин для этого много. Одна из причин в том, что наши видеоролики, вы можете в этом легко убедиться, живут на наших каналах по очень-очень много лет. И, естественно, информировать клиента о стоимости услуги, которая через год, два или полгода, или через пять лет, она изменится в большую сторону, ну, просто не имеет никакого значения. Мы таким образом введем заблуждение наших уважаемых клиентов. Это вне наших правил, мы стараемся быть максимально прозрачными, мы фиксируем все, мы делаем детальные фото-видео отчеты и процессы результата выполнения работ. Вот поэтому для нас крайне важно, чтобы наше слово воспринималось как железобетонное, несокрушимое, абсолютно устойчивое и слово, которому можно верить. Слово, на которое можно полагаться. Надежное, как скала. Ну что ж, я занял много вашего времени и очень благодарен вам тем людям за то, что они досмотрели до этого места. Надеюсь, этот видеоролик вам был интересен. Мы стараемся свои ролики делать с душой, с большой энергией, делиться своими принципами, ценностями, которые, на наш взгляд, приводят к выполнению работ на таком высоком качественном уровне. И доверие, которое нам оказывают владельцы этих автомобилей, для того, чтобы вы проникались и понимали, что отношение к русскому специалисту, как к человеку безответственному, или который, руки у него растут не из того места, это неверное впечатление. Мы должны продемонстрировать и считаем это своей миссией, что оказание качественных услуг более высокого уровня, чем заводское или именитых тюнинговых ателье в России, здесь, в рамках компании «Купи салон», это не просто естественное, ожидаемое. Это может вызывать гордость за то, что в России есть такие специалисты. Нам очень хотелось бы, чтобы наши уважаемые клиенты именно так относились ко всему нашему творчеству, да, потому что мы к своей работе относимся чрезвычайно серьезно. Я желаю вам успехов, посмотрите, что есть в нашем описании, оставьте комментарии, не забудьте подписаться на наш канал, лайкнуть это видео, если оно вам понравилось, возможно, оставить, где-то поделиться этим видеороликом, да, может быть, отзыв оставить о нашей компании, да. Я буду очень вам за это признателен, ну и, конечно, мы ждем всех заинтересованных к себе в гости в нашу компанию в автоотелье «Купи салон». Будем рады вам помочь. Будьте здоровы и счастливы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok